Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Новость. Россияне стали массово подавать заявки на отмену бронирования туров на отдых в Краснодарском крае. Это реакция туристов на сообщение об обязательном предъявлении тестов или сертификатов о вакцинации. Это я близко к тексту пересказываю РБК, который в свою очередь цитирует интервью главы Ассоциации туроператоров России Майи Ламидзе, радиостанции «Говорит Москва». Ламидзе сказала, вот ее точные слова, «Реакция была ошеломляющей. Мы не ожидали такого бурного ответа от потребителей, по крайней мере, при бронированиях на июль». Но буквально через полчаса после публикации сообщения губернатора начался шквал звонков с заявлениями на аннуляции. Сегодня этот шквал сдерживать уже не получается. Еще у нас неполная картина. Не всех опросили. По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно. Конец высказывания. Слова про отмену бронирования были сказаны несколько дней назад, а сегодня вице-президент Ассоциации туроператоров и мой однофамилец Дмитрий Горин подтвердил, что да, в июле курорты юга России потеряли 30% забронированных ранее путевок, а на август отменено уже не 70%, а 80% бронирований. И продажи новых путевок почти на нуле. Есть вообще-то основания думать, что отмена бронирований связана не только с антиковидными ограничениями в России, в Краснодарском крае, но и с глобальной конкуренцией. С 22 июня возобновлено авиасообщение с Турцией, и там тоже есть ковидные ограничения, но они не мешают многим россиянам все-таки купить путевку на Средиземное море. При всей детской любви к обжигающей гальке Азовского и Черного морей, надо признать, она становится далеко не такой привлекательной, когда появляется возможность, часто более дешевая, походить по Средиземноморскому песочку Анталии, Алании или другого курорта Малайзии. Главный титульный вопрос этого выпуска, пусть он будет все-таки с капелькой тоски по родным берегам. Почему российские курорты проигрывают в глобальной конкуренции тем же турецким или каким-нибудь болгарским и по цене, и по качеству? И да, я серьезно спрашиваю, пожалуйста, не надо вот этого вот презрения к отчизне и уверенности, что так было всегда, так всегда и будет, ничего хорошего на землях по эту сторону границы быть не может. Это все неправильно, это все неправда в конце концов. Через пару мгновений объясню, почему я такой патриот. Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы и Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ с нами. Здравствуйте, Наталья Александровна. Добрый день. Хочу с вами поделиться вот каким горем. У многих людей в России есть шаблон, что ничего у нас делать не умеют, и это не мое горе, меня это не волнует, а мой шаблон таков, и он немножко протекает, что в России вообще-то умеют великолепно оказывать услуги, делать на этом бизнес, строить целые индустрии. И есть масса примеров, как за последние 20-25 лет это случилось. В России, вот без скидок хочу похвалить, с ноля или с крайне низкой базы взяли и выстроили великолепные совершенно индустрии электронного банкинга, вообще просто банкинга, сотовые интернет-связи. Тут я вообще не понимаю, почему это так дешево, так доступно и так качественно. В общем-то, торговля у нас сделала очень хорошие, большие успехи, и все, кто помнит советские или первые постсоветские магазины, со мной согласится, хотя сейчас мы любим покапризничать, заходя в соседние супермаркеты, и что у вас так грязно, да? Но это небо и земля. Общественное питание совершенно великолепное, причем в разных сегментах. Есть сетевые, есть не сетевые заведения, есть западные сети, есть сети, которые построены в России. Там какая-нибудь Дода Пиццы вообще из Сыктывкара взяла и выросла в глобальную компанию. И так далее, и так далее, и так далее. Я могу долго и многих хвалить, но вот чего я не понимаю. Почему в этой ситуации, когда я, в общем, не способен сильно ухудшить ситуацию, ни климат, ни культура, ни другие наши обычные отговорки, что там еще, административный, да, климат, когда все эти оправдания не работают, почему ничего не получилось с индустрией летнего отдыха на юге России? В общем-то, там предсказуемый массовый спрос. И он сейчас находит себя в Турции, в Болгарии, где угодно, но не в России. Почему по деньгам это дороже, по качеству ниже, ну, то есть дороже еще и по нервам. Два раза дорого. Короче, предельно короткий вопрос. Почему так получилось? Конечно, вопрос довольно непростой, поскольку требует анализа очень большого количества факторов как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Я посмотрела структурно на этот вопрос, именно как в сторону спроса, в сторону предложения. И если речь идет о наших гражданах и зарубежных гражданах, в принципе, ну, наверное, не в условиях пандемии, но они и два года назад не слишком сильно предпочитали российские теоретические возможности. Но если речь идет о спросе, то с точки зрения любого человека, который хочет провести свой отпуск, где-то отдохнув, он ориентируется на несколько важных элементов. Если у него есть материальные ресурсы, то он ищет подходящее под это место, которое бы удовлетворяло несколько важных критерий. Мы хотим провести свой отпуск без стресса, мы хотим отдохнуть, то есть мы хотим получить при этом услуги и возможности, которые бы нас удовлетворили, удовлетворили наши ожидания. То есть вот безстрессовость, предсказуемость ситуации здесь крайне важна. И выбирая между местом, где есть, возможно, что-то лучше, что-то интереснее, но есть возможность встретиться с чем-то, что тебя не порадует, то есть мы будем находиться в стрессе, мы, конечно, будем избегать этих ситуаций, предпочтем, возможно, что-то менее интересное, но зато без стресса. Безстрессовость отдыха требует определенных элементов от того места, куда мы едем. Это должна быть хорошая, качественная инфраструктура, не только для отдыха, но мы хотим развлекаться. Это могут быть развлечения как в сфере гастрономии, в сфере развлечений вечерних, но это и требует инфраструктуры туризма, которые удовлетворяли наши требования к познанию природы, познанию искусств, истории, архитектуры, чего угодно, и желательно в пакете, потому что мы едем, если с семьей, у нас могут быть разные интересы. То есть, когда мы говорим о таком отдыхе, это очень комплексный продукт, и здесь участвует довольно много игроков, которые предоставляют соответствующие элементы, которые составляют наше понимание отдыха. И с точки зрения этих самых игроков, их много, это разные отрасли, необходима координация между ними, и здесь, безусловно, есть функционал государства по разному уровню, как федерального, так и регионального, муниципального, местного, которые бы это координировали, давая такой пакет. И теперь, если уже мы говорим о стране как раз предложения, то мы выходим на тех самых игроков, которые составляют вот эти элементы пакетного предложения. Какие у них особенности, и чем Россия отличается от других стран, с точки зрения тех самых игроков, можно назвать их инвесторами, которые инвестируют в соответствующие элементы этой инфраструктуры, будь то гостиницы, будь то музеи, будь то рестораны, будь то транспорт и логистика, без этого тоже наш безстрессовый отдых не получится. Нам нужны и такси, нам нужны туристические автобусы для того, чтобы пакетное предложение действительно выглядело достойным и привлекательным для потребителей. Для того, чтобы вкладываться вот в такую серьезную инфраструктуру, конечно, бизнес должен понимать, что он вкладывается в это долгую. Если мы не вкладываемся в долгую, мы, во-первых, будем ухудшать качество предлагаемого продукта, мы не будем строить хорошие, качественные гостиницы, мы будем под видом этих хороших, качественных, в общем-то, не очень качественный продукт давать, но при этом денег будем брать много, поскольку у нас горизонт короткий, нам нужно инвестиции отбить за более короткий период, чем если бы мы играли в долгую. И это, безусловно, приводит к ситуации, когда у нас есть отдельные продукты на рынке, то есть есть отели, мини-отели, но они не столь, возможно, качественные, они стоят дорого. И когда есть альтернатива рядом, которая по-другому выглядит, как раз с точки зрения этих параметров, качества, предсказуемости, пакетного предложения, то мы выбираем продукт, который лучше, с этой точки зрения. Мы едем в Турцию, мы едем в Болгарию, что не намного, а может быть, даже иногда и дешевле, чем предложение российское, где мы хотели бы поехать на российский курорт, но когда мы анализируем как раз по этим всем критериям бестрессовость, познавательность, развлечение, качество всей сопутствующей инфраструктуры рядом, то мы утыкаемся в этот выбор, и он, к сожалению, не в пользу российского рынка, а в пользу рынков этих стран, где за те же деньги можно получить в пакете все лучше и предсказуемее. Очень вежливо и очень деликатно вы сформулировали ощущение многих людей, которые приезжают на российский юг, и понимаешь, что как много лет назад это было, такое отношение к тебе, обдираловки какой-то что ли, эксплуатации тебя приезжего, и даже такая неприязнь к тебе, несмотря на то, что ты несешь деньги. Вы объяснили это недолгим горизонтом планирования и тем, что это очень сложный, комплексный продукт. Это один из элементов, я думаю. Да, один из элементов. Но почему, чуть не сказал, черт возьми, у египтян получилось сделать этот продукт, при том, что там можно критиковать такой подход с all-inclusive, когда ты несколько ограничиваешь влияние разных сложных факторов тем, что устраиваешь такую факторию, очень отдельное место за забором, где предоставляешь комплекс услуг сразу, и они стандартизированы, они с предсказуемым качеством, это к вопросу о стрессе, но при этом ты как раз качество-то можешь и зафиксировать. Могут местные жители жаловаться на то, что никакой малый бизнес рядом с этими all-inclusive не растет, потому что при шведском столе в гостинице никто не пойдет в соседнее кафе. Но тем не менее, это очень понятная услуга, это такая супериндустрия, Макдональдс. Почему у египтян эта предсказуемость, вот этот навык, эти проекты есть, а в России за 20-25 лет не сложилось? При том, что, повторюсь, очень хочется мне эту мысль не отбрасывать, не списывать все на какой-то менталитет мнимый. В России могут быть предсказуемые большие длинные проекты. Как-то вот по всей стране построили сотовые вышки, и ничего. Бывают у нас сложные индустрии. Почему тут не получается? Понимаю, что на второй круг захожу с этим вопросом. Нет, вы совершенно верно говорите. Это на самом деле продолжение того, о чем я говорила в предыдущей своей реплике. Поскольку здесь, когда мы говорим о туризме, действительно элементов ее довольно много, и именно они складываются в пакет, начиная с покупки тура, если мы тур выбираем, либо собирая пазл, вот этот туристический пакет самостоятельно через букинг, авиа и так далее. Покупка билета, дальше трансфер, дальше отель и так далее. Это все разные игроки, это все разные отрасли, по сути дела. И наш пакет будет зависеть от поведения инвестиций бизнеса во всех этих секторах. Для того, чтобы они скоординировали свои усилия, нужен координатор. Нужно понимание, что этот координатор есть, и он дает сигналы бизнесу, что здесь будет туризм и надолго. Как правило, это выступает государство. Чисто теоретически можно предположить, что ассоциации бизнеса выступили бы, но по факту для того, чтобы ассоциация бизнеса сыграла такую координирующую роль, вам нужно очень высокое доверие между игроками, между разными инвесторами из разных отраслей. Вряд ли мы его будем здесь, в общем-то, ожидать. Чаще всего это выступает государство, возможно, региональное. Совершенно не обязательно федеральное нужно для этого. Это, конечно, региональная история, которая бы дала сигнал для отрасли туристической, отельной, что здесь будут разрешения строительства выдаваться предсказуемым образом, что подключения к всем коммуникациям будут предсказуемы и недороги. Ну, как вы понимаете, сюда строительство – это очень сложная история. И вы можете построить отель, а он не окажется подключен к инфраструктуре, и это деньги на ветер. То есть вот здесь необходима важная роль местных региональных властей для того, чтобы это работало. Но этого недостаточно. Я построю отель, а самолет не будет летать сюда, и туристов он не будет сюда приводить. Или самолет будет летать, но аэрофлот в регулярной рейсе, что очень дорого. И я построю гостиницу под уровень 2-3 звезды, а стоимость билета на 5, сколько доступно для туристов. Это координация государства, которая говорит, что я здесь надолго. Туризм здесь будет важным элементом, на который государство будет обращать внимание и способствовать как минимум с точки зрения регуляторики тому, чтобы эта отрасль развивалась. Для этого туризм должен быть признан важным сектором для государства. И вот здесь мы очень сильно отличаемся от Египта. Для России сектор туризма, так и на самом деле многие другие, не является приоритетом. Не он определяет доходы государства, а сырьевые сектора, которые, в общем-то, половину бюджета обеспечивают без всякого туризма и без всякого серьезного интереса стран и государства. То есть координирующая роль государства зависит от того, насколько приоритет ставит туризм. Если для региона или для федерального уровня туризм не является интересной отраслью, мы не будем видеть здесь серьезного интереса и определенных сигналов для бизнеса, что здесь будет, и будем работать над тем, чтобы этот сектор развивался. Поэтому, я думаю, как раз стык бизнеса и государства у нас в отношении туризма на наших крайне интересных объектах исторических, природных он не работает. Да, и про отношение государства вообще общества. Часто, наверное, многие вспоминают, что когда в Египте была революция, люди, сидевшие в отелях, чувствовали себя предельно безопасно, потому что отели были чем-то вроде, не знаю, церкви в средневековой Европе во время службы. Нельзя заходить, и это такое отдельное пространство, отдельные юрисдикции. Это люди, которые позволяют нам деньги зарабатывать, с чего мы живем, и поэтому мы бить витрины можем, но вот здесь конкретно не будем, и на туристов нападать не будем. Ну и по Турции видно, собственно, по ее поведению, как бьет по ней локдаун, и насколько сговорчивей, что ли, дипломатичней становится ее внешняя политика, когда нужно туристов к себе привлекать. В том числе, может быть, это и плохо, да, они на ковид смотрят намного мягче. Вы знаете, мы с вами хотели вообще про это все поговорить пораньше, чем была прямая линия президента, но вчера, как сон в руку, Владимира Путина спросили, почему отдыхать в России дороже, чем за ее пределами, и почему качество так себе. Президент ответил. Ответ лежит на поверхности. Мало денег вкладывали в развитие туристической инфраструктуры. Многие предпочитали ездить за границу. По мне, так это немножко странная логика, что вот если бы люди не ездили за границу, что внутри было бы процветание. Ну, нынешняя ситуация показывает, когда люди при открытой Турции отказываются от бронирования, что как раз ничего тут не будет процветать. Народ попробует выбрать что-то для себя подходящее, а любой монополизм, он как-то не способствует тому, чтобы игроки старались. Ну или там про инвестиции в туристическую инфраструктуру. Наверняка Владимир Путин знает про масштабные вложения в Сочи. Вспомнить можно хоть и зимний курорт Красную Поляну. Но там такое. Насчет качества ничего не скажу, но цены это просто притча во языцах. Можно ли каким-то образом сверху, что ли, вот с суперпроектом аналогичным сочинскому, взять и устроить в отдельном уголке России вот такое счастье? Не гарантии давать, о которых мы с вами говорили, бизнесу, а напрямую денег, вот чтобы государство взяло и построило. Тогда это может сработать? Нет, государство как раз не должно строить. Государство не построит, государство не сможет управлять хорошо. Это все быстро превратится в некачественные продукты, на которых еще очень много было заработано, не совсем легальным образом. Но вот вы привели пример Красной Поляны. Мы знаем прекрасные отдельные отели, предлагающие весь комплекс услуг и в Крыму, и на Кавказе, и в других регионах, но они стоят очень дорого. Они доступны для того класса, который у нас называется верхний и средний класс, даже не средний уровень доходов, это верхний, средний и выше. Такие отели есть, они штучные продукты, и они рассчитаны на малый круг людей, которые могут прилететь туда регулярно в рейсах аэрофлота, или каких-то других компаний, аэрофлота просто наиболее часто присутствующий там. А это дорогие билеты, это дорогой отдых. И он, в принципе, как я понимаю, пользуется определенным способом, особенно сейчас, когда люди не могут летать за границу и пользуются отдыхом здесь, и там тоже цены выросли тоже запредельно, и даже для уже и верхнего, и среднего уровня доходов не все доступно, только для самых богатых. Вот это все элементы, которые подчеркивают вопрос к азинации. Не будут строиться отели двух-трехзвездочные, когда не летают туда дискаунтеры, когда привлечь большое количество пассажирпотока в эти места не получится задешево. Поэтому массовый туризм будет развиваться тогда, когда все элементы этой цепочки нашего отдыха будут рассчитаны на массовый туризм. А это нужно объединять усилия разных ведомств, которые бы скоординировали, дали разрешение, посигнализировали отраслям авиасообщения и других перевозок, что здесь будет необходимость и будет возможность получать соответствующие разрешения на перелеты. В соответствующих аэропортах будет возможность осуществлять эти перелеты и трансферы. Вот это все требует того, чтобы сидели вместе разные ведомства и договаривались между собой, как они будут проводить в своих секторах политики и снижать регуляторные требования и облегчать жизнь бизнесу. Но для этого не должны быть стимулы, для этого должны быть соответствующие поручения, потому что ведомства не работают иначе, как по поручениям. А это означает и политика на самом верхнем уровне. Нет этого сигнала сверху, нет действий на следующих уровнях, и в результате мы получаем то, что именно. Да, может прийти Сбербанка построить дорогой курорт, может прийти крупный инвестор построить другой дорогой курорт, но это будет оставаться такими пятнами в пространстве, в котором нет массового туризма. Массовый туризм требует других подходов. Мы можем построить дорого, красиво, но это не массовая история. Когда мы говорим о Турции, о Болгарии, как основных конкурентах наших территорий, то мы говорим, конечно, о массовом туризме. Если говорить про высший уровень, в конце прошлого года руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Дагузова давала интервью коммерсанту, и она сказала следующее цитата. «Мы понимаем, что по ключевым показателям эффективности туризма, это количество создаваемых рабочих мест, вклад отрасли в ВВП, доходы и количество путешествующих по стране, Россия отстает от туристически развитых стран в среднем в три раза». Она считает, что каждый из показателей, названных выше, можно сравнительно быстро увеличить в полтора-два раза. И она нам говорила об инвестициях, номер раз, в туристическую инфраструктуру. В общем, то же самое, что Владимир Путин. И про облегчение визового доступа для иностранцев, про электронные визы, которые мы помним еще по чемпионату мира по футболу 2018 года. Ну, то есть какие-то регуляторные облегчения есть, но в целом, как это должно было бы выглядеть, если бы был приоритет сделать Россию страной с суперразвитой туристической индустрией. С чего бы начали? Что нам говорит опыт Турции, Египта, после франковской Испании, той же постсоциалистической Болгарии с ее золотыми песками и солнечными берегами? Ну, вы действительно упомянули визы. Конечно, речь идет в случае об иностранных туристах, которые могли бы приезжать в Россию. И мы видим, что, в общем-то, есть места в России, которые пользуются большим спросом туристам, но это не тот отдых, о котором мы с вами говорим на юге России. Это историческая и архитектурная привлекательность Санкт-Петербурга, в какой-то степени Москвы, немножко еще ряд других, но уже гораздо меньшие туристические потоки туда едут и за границей. Визы крайне важны. И мы видим в политике других стран, которые отказываются от виз, либо отказываются в сезон от виз, как делают ряд восточноевропейских стран, именно подчеркивая важность туризма для своего собственного существования стран и развития страны. Вот я думаю, что такой пример, он крайне важен. Вы, в принципе, имеете визы в отношении граждан других стран, но вы в сезон их отменяете. Вот это показывает приоритеты государства очень хорошо. Мы, конечно, в отношении России не то что сезонности мы видим, мы видим и визовые ограничения в тех случаях, когда они, в общем-то, мотивированы исключительно только политикой, но не экономикой. Поэтому этот вопрос крайне важен. Я надеюсь, что после окончания пандемии в то же время мы вернемся к вопросу электронных виз, и это будет важным подвижкой в направлении развития экспорта туризма. Но это про зарубежных потребителей, про российских. Слава богу, нам визы не нужны, чтобы ездить по стране. Но развитие, с точки зрения государства, куда могло бы идти, это, конечно, в первую очередь развитие стандартизации объектов туристической инфраструктуры, которые у нас отсутствуют, у нас нету стандарта единого, который бы нам однозначно говорил. Отель две звезды — это вот можно ожидать то-то и то-то, отель три звезды — это то-то и то-то. В России, к сожалению, на данный момент этого нет. Кстати говоря, все страны, о которых вы упоминали, Египет и Турция это делают в первую очередную, потому что это задает тот уровень стандартов, на который дальше ориентируется инвестор. И это тоже делает понятную картину для потребителей и, в частности, обеспечивает нам минимальный уровень стресса в случае, если мы едем, предсказуем отель двух-трехзвездочный. Для этого необходимо и введение этих стандартов, и нужно международный стандарт ответственного введения бизнеса, который бы гарантировал, что взятые на себя обязательства отеля соответствующего уровня будут бизнесом поддерживаться и реализовываться. Это важный элемент доверия, между потребителем и поставщиком этих туристических услуг. К сожалению, вот здесь у нас в России еще не сделано, в общем-то, ничего, чтобы действительно было. Туристический бизнес в южной, в отличие от северного, он еще отличается высокой сезонностью. У нас в теплый сезон много туристов, а у нас зимой мало туристов. Это, безусловно, требует специальных финансовых инструментов для поддержки и развития этой отрасли. То есть заточены под вот эту сезонность кредиты, которые позволяли инвесторам минимизировать риски, связанные с сезонностью, они, конечно, здесь тоже требуются. У нас есть такого рода продукты для сельского хозяйства, для туризма у нас нет. С этой точки зрения не сильно отличаются эти риски сезонности для одного и другого бизнеса. Даже как в условиях плохого климата, плохой погоды, туристы меньше поедут сюда. Сюда и так же, как и в сельском хозяйстве, это требует определенных, похожих, по сути, финансовых инструментов. Из того, что еще отмечается, конечно, с точки зрения роли государства, проблема, когда, если федеральный либо региональный уровень решает какую-то территорию, посвятить туризму и сделать это эффективно, то маркетинговые услуги, маркетинговые задачи ставятся перед определенным либо бизнес-решением, либо государство-бизнес-решение совместное, когда идет продвижение бренда в соответствующей территории, как внутри страны, так и за рубежом. И здесь у нас, в общем, еще непаханное поле успешных брендов, территорий туристических, в общем-то, мы не видели. И усилий в это не вкладывается. Здесь тоже задача координации, это должно быть совместно делаться бизнесом, инвесторами и государством. Вот здесь этого не происходит. То есть, как минимум, эти элементы, которые государство должно сделать, конечно, и то, о чем я вам говорила вначале, это координация разных секторов. Даже если речь идет, кстати говоря, о зарубежном туристах, то как раз отмечается, что важным препятствием, помимо ВИС, является очень высокой долей расходов на транспорт у иностранных туристов, которые приезжают в Россию. Для России в среднем, иностранный турист, приезжающий в Россию, для него стоимость транспортных услуг 100 лет и 40% стоимости всего отдыха. Это сильно отличает нас от Европы, где порядка 30 и меньше процентов, в США 16%. А это очень важно. Мы тратим на дорогу, не получая от нее, возможно, удовольствия, очень большую часть своего бюджета на отдых. Поэтому, конечно, задача минимизировать содержание. И здесь без развития транспорта, регионального транспорта, межрегионального транспорта, в общем-то, будет невозможно этого добиться. Записали транспорт, стандарты, некоторая ответственность, плюс гарантия от государства, что будет мало бумажек для тех, кто приезжает, будет не очень много регулирования, и тоже будут гарантии того, что если ты вложился, то не заберут у тебя через два года этот кусок берега, и не скажут, что это незаконная постройка. Это все записано. И, возвращаясь к хорошему, вы сказали, что северный туризм сильно отличается от южного, но тем не менее, если говорить про туротрасль в России, то действительно Москва и Петербург это хорошие примеры, в общем-то, массового туризма и организованного, и самостоятельного. Они страшно разнообразны, эти точки притяжения, и там можно практически на любой кошелек выбрать себе и жилье, и еду. Можно ли что-то из этого опыта использовать, или это абсолютно другая история, и никакие группы китайцев, которые ходят по Эрмитажу, из них не извлечь полезного опыта для работы на юге? Я думаю, что учиться, конечно, на этом опыте можно, но истории разные. Одно дело, когда вы уже в существующей инфраструктуре заполняете нишу туризма через отели, мини-отели, когда у вас есть абсолютно предсказуемые на многие годы и, возможно, века привлекательные элементы типа Эрмитажа, Исаакиевского собора, Петергофа и так далее, то есть у вас уже есть вот этот пакет, который очень разнообразен, пакет того самого нашего туристического отдыха, и все элементы вот эти есть, остается доработать недостающие, и это делается с отраслью отельной, гостиничной и отраслью ресторанной, как вы видели, наблюдали как раз в Санкт-Петербурге, как это быстро и хорошо развивалось, координировано достаточно. Здесь, когда речь идет о юге, история сложнее, потому что нужно создать ее, нужно создать эти отели, нужно создать привлекательность мест, и насколько долго она будет здесь существовать, гораздо больше неопределенности, поэтому рисков здесь гораздо больше. Здесь требуется гораздо большая координация для того, чтобы упаковать вот эти все кубики лего в одно единое целое, что будет выглядеть как пакетное предложение для туристов, которое будет удовлетворить все запросы туриста на хорошую еду, на разнообразную еду, на развлечения для детей, для взрослых, для пожилых, развлечения утром, днем и вечером. То есть это требует гораздо больше усилий и координации. Вот я вижу, что здесь проблема создать Санкт-Петербург, грубо говоря, вот все его элементы на территориях юга с нуля. Это невозможно, потому что все объективные факторы для того, чтобы это было и существовало, они есть. Есть история, есть прекрасная природа, есть хороший климат, есть разного рода палеонологические возможности. То есть вопрос только в том, чтобы над этим работать, но для этого нужна стратегия, которая бы включала все важнейшие элементы сюда. Нужно разговаривать с бизнесом из разных отраслей, нужно усилия прикладывать, появлять, что является сегодня барьером в определенном секторе. И эти секторы очень разные, разные игроки разного размера. То есть разговаривать с авиакомпанией, разговаривать с инвесторами в гостиничную отрасль, с гостиничными сетями, с ресторанными сетями. И посылать сигнал, да, здесь будет. И когда сюда будет интерес гостиниц, инвесторов гостиничного сектора, сюда подтягиваются рестораны и так далее. То есть вот это все требует согласованных усилий. Если я один инвестор построю здесь отель, и никто другой сюда не построит, и не повредят сюда рестораны, из этого ничего не выйдет, я деньги потеряю. Здесь крайне важна роль координации. И это должно существовать государство, которое имеет долгие планы тоже в положении в эту отрасль, в положении в дороги, потому что дороги все равно будут строить государство. Без хороших дорог добраться массовому туристу до достопримечательностей будет невозможно. Получился у нас с вами заочный и вообще непланируемый спор с Владимиром Путиным, который сказал, что ответ лежит на поверхности. Ну, может быть, не на той поверхности он смотрит. А деньги как раз не проблема, и спрос не проблема. Вы прекрасно объяснили, в чем проблема. И вы там упомянули слово, я плохо расслышал, валиологический, да, наука о здоровье. Вальнеологический, вальнеология, да. Воды, вот то, что еще и составляет элемент. Санаторно-курортного лечения. Да, санаторно-курортного. Это тоже важно для определенных категорий туристов. И вот, когда это есть все вместе, когда вы можете поехать с семьей, и родители получают и развлечения, и какой-то медицинский отдых, дети развлекаются без медицины, но это все можно сделать одновременно. Это то, что, в общем-то, ищет турист. Я хотел спросить вас еще, поскольку мы говорили про Черное море, и вы называли конкурентов Болгарию и Турцию. Турция, понятно, это игейская, и Средиземная и прочее. Ну, будем считать, что одного тоже класса курорты примерно наши конкуренты. Мы не сказали про Грузию, про Батуми, не сказать, чтобы они не старались, и при этом похвалить и сказать, что великолепно получилось, тоже нельзя. Почему у них не произошло какого-то невероятного успеха? Это все потому, что конкуренция все той же Турции, тяжело тягаться? Если речь идет о, все-таки, когда говорим про Грузию, мы говорим про российских туристов или из третьих стран туристов? Ой, а мне кажется, что это, я не уверен, что это принципиально имеет значение. Если ты строишь замечательный курорт, то к тебе, наверное, и те, и те приедут. Но вопрос снова, как долететь до Грузии в силу политических проблем, которые есть. Я думаю, что это очень сильный удар и по политической проблеме между Россией и Грузией. Это очень большой удар по развитию туризма в Грузии как для российских туристов, так и для зарубежных туристов. Поэтому инфраструктура не будет работать, если у вас нет транспортной доступности. И выбирая дальше, между тем, что лететь в Грузию или лететь на отдых в Турцию, видимо, иностранный турист предпочтет Турцию. Понятно. Важно было уточнить. Спасибо вам за этот разговор. Я хочу напомнить, Наталья Александровна, нашим слушателям, что мы с вами разговаривали этой весной на Бешуток 8 марта. Тот эпизод заглавлен как экономиста Наталья Волчкова и следует гендерное неравенство в экономике. Если с ним не бороться, оно исчезнет только через 250 лет. Всем, кто пропустил, очень советую послушать выпуск «Не утратил актуальности». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Ваших писем ждем на адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram meduza loves you. В комментариях под нашим последним выпуском я прочитал такой отзыв, что это не подкаст, не информированное какое-то мнение и вообще не экспертная оценка. Речь нам была про патриаршие пруды, а как будто два человека собрались на кухне и о чем-то болтают, уходя от темы. Это очень точное описание того, какими и должны быть подкасты. Скажу честно, сам я не особенно люблю, когда подкасты получаются слишком такими подкастными, слишком задушевными и слишком необязательными. Согласен, что экспертность, какая-то научная точка зрения, информативность в ежедневном новостном подкасте важнее. Обещаю исправиться. Дайте шанс и тем вернее у нас будет возможность скорректировать свою работу, чем дольше мы просуществуем. А чтобы мы дольше существовали, нужно что? Конечно, нужно зайти на страничку support.meduza.io и оформить для нас регулярное пожертвование. Потому что если вы даете нам деньги, если вы поддерживаете нашу работу, у нас есть возможность стать лучше. А если вы перестанете нас поддерживать, мы так и помрем дураками. Ну что, пора прощаться. Счастливо, хорошего отдыха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!